Насобиралась кусочков, совсем как говорится, кусочки, я их не выбрасывала, думаю, ну вдруг пригодят. Новогодние такие. Рабочее место возле машинки. Простым карандашиком я нанесла то, что хочу видеть. И вот интрига. Сейчас будем вышивать. Постаралась нарисовать ровненько, без всякого трафарета от руки. Я постараюсь вышивать снежинку, не отрываясь. Вот, видите, в этот раз у меня более симпатичная получилась снежинка. Рисунок я выбрала совсем, знаете, для начинающих. Ну, чтобы разобрать, значит, выбрала, я его сама нарисовала. Я пристрочила очень входного цвета нитью мыши. Свободноходовой строчкой ровно окончалась. Сейчас я делаю аппликацию. Ну вот, что у меня вырисовывается, видите. Операция сложная, ювелирная. Все, с мышами я закончила, с елками я закончила. Что уже получилось, я отпарила утюжком. И хочу показать, но это еще не все. Так, ну вот, на каком я этапе теперь. Покажу поближе. Сейчас я кое-что сделаю. О, ниточку увидела, которую нужно убрать. А, этот, простите. Эту ниточку надо отрезать. Видите, каждая салфеточка отличается. Главная большая салфетка. Сейчас я все вот это оттонирую. И покажу. Для этого мне что нужно? Та-дам! Для этого мне нужны вот такие фломастеры по ткани. У меня тут есть и дубли. Видите, текстильный маркер. Сначала им нужно нарисовать, а потом запарить утюжком. Сейчас я кое-что добавлю на свое усмотрение, на все свои эти рисунки. И покажу. Девчонки, показываю, на каком я этапе уже нахожусь. Похожусь. Похватываю, если вы на каких этапах. У меня вот такие мыши. Это голая мышь, решила не одевать. А это в переднике. Сейчас я еще тут кое-что добавлю. И можно соединять с кусочками цветными. Ну, вот так получается ярче. Решила мышей не обводить. Хотя, может быть, сейчас сделаю вот как лапки. Слегка, наверное, сейчас еще сделаю так. Все, снежинки. Пусть будут такие. Не буду снежинок. Если бы была голубая, я бы ввела синим. Некрасиво. А обшивать я уже не буду. Я очередную иголку ломать не хочу. А по вышитому уже так туго идет. Смотрите-ка. Я добавила цвета фломастерами. Текстильными. О, гляньте. Пропустила. Сейчас буду добавлять. Очень жаль, что у меня нет голубого фломастера. Ну, купила все, какие были в Киеве. В Донецке не нашла. А в Киеве наконец-то нашла. Я давно мечтала. Вот сейчас. Сейчас дорисую. Главное, что видите, на праутюжке следов не остается. Я так понимаю, качество очень хорошее фломастера. Рисуешь, потом запариваешь утюгом. Ну, вот такие мои праздничные мыши. Осталось все это выровнять и начинать собирать, собственно, всю идею. Все, пошла собирать. Ну, все, теперь мне осталось только аккуратно собрать мои блоки, полосочки. Как всегда, моя шива куда-то поддевалась в нужный момент. Так как основная ткань очень плотная, за счет того, что она уже в несколько слоев у меня собрана. Сама вышивка делалась на плотной ткани. Поэтому я не буду спешить, чтобы декоративные полоски не растянулись. Когда они лягут на основу, они тоже станут поплотнее. Но сейчас это нужно учитывать. Ткань я перед работой простернула. Хорошо запарила, чтобы не произошло никакой усадки. Где-то спряталась моя шива, поэтому я буду пользоваться шивом с крючком. Так, есть. Отлично. 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 Без спешки пристрочить. Полосочки с елочками. Потом полосочка с полосочками. Полосочки с елочками. Смесь под 정 divisелом с очень хотел. notice на грустного регуляции при ô었ке. Показывать я уже буду, когда этот этап выполню. Не помещается, ну красиво. Показывать я буду, когда этот этап выполню. Сегодня-завтра и выставляю свою марафоновскую пошиву. Мне очень хочется сделать все, что я задумала. И почаще выставлять свои работы. Вот такой марафон я себе придумала новогодний. Ой, я вам как раз расскажу про эту мышь, которую я делаю. Сначала я стянула с интернета идею картинки. Показала дочери, мы с ней сначала поржали. Потом, когда я вышила и выслала ей видео, которое уже вышитая мышь, дочь решила немножко ее анимировать. Пошевелить ей носиком, лапками, потом в итоге ушками. В итоге вместо анимации получилась целая реанимация у нас. В итоге, кроме этого, мышь поставили на музыку. Дали ей подарки, за которыми она гонится. И получается у нас целый мультик, с которого мы сначала сами ржали. Теперь мы дадим вам с него повеселиться. В общем, такая у нас праздничная мышь получилась. Ребятки, посмотрите, какой уже у меня блок получился. Мой новогодний марафон. Даже мыши, видите? Одна еще бегит. Бежит, бегит, как правильно сказать. Посмотрите, какие подставочки. Это все будет обрезаться. Так как я парю утюжком погорячее, но через проутюжечку. Посмотрите. Посмотрите. Все, мне осталось выровнять, сравнять. Поставить на подклад несколько слоев флизелина. Идет. И поставить на подклад и пришить обтачку. Все. Все будет готово. До завтра. Ну вот, наконец-то я дошла до последнего этапа. Это я показываю. То есть я каждую уплотнила еще одним слоем баечки, фламильки. И уже потом положила изнаночку. Два ниточка, прошу прощения. Все подровняла. Ну, очень жаль было кое-где цеплялись вышивки. Поэтому я уж ну, здесь все равно было, конечно. А вот на самих подставочках под чашечки-тарелочки кое-где ну, может быть на каких-то 3-5 миллиметров могут расходиться размеры. Видите? Ну, то есть здесь как раз совпадает ну, может быть пара миллиметров каких-то. Ну, правда очень жаль было, видите срезать и в общем-то в общем-то вот такая красота вырисовывается. Показываю. Все, сейчас думаю над обтачкой. Никак я не решу вопрос с обтачкой. Чем же я сделаю окончательный штрих? Ну, пойдем делать обтачку. Сейчас что-то придумаем. Ну, вот и подходит к завершению изготовления моего наборчика новогоднего. Я обтачку не стала косой бейкой делать. Я сделала просто ровными полосками параллельно обшивая первые две стороны и вторые две стороны. Очень просто, очень все ровненько заворачивая уголочки. Ничего сложного. Все, готов мой набор. Сейчас все покажу. Доделала я свою первую марафоновскую работу, свое первое марафоновское видео. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои работы. Я с вами с радостью поделюсь своими идеями или какими-то идеями, которые мне понравились где-то на просторах интернета. И я хочу сама их сделать и с вами поделиться. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте. Позывные такие же, в Инстаграме позывные такие же. Мила Бали, милости прошу. Общаемся, задаем вопросы, получаем ответы. Всех люблю, целую. Всех наступающими праздниками. Субтитры создавал DimaTorzok